Девушки отдыхают К партнёрам Уважаемым партнёрам Я специально подбираю книжки, чтобы мы двигались постепенно Чтобы мы погружались Мы с Николаем Рыжковым разобрались в крушении большой нашей страны Это постепенно, чтобы сразу не ошарашить, не оглушить И чтобы мировоззрение расширялось Потому что если много всего накидать, человек потеряется Мы постепенно двигаемся Эта книга называется «Американское общественное мнение и использование военной силы В период президентства Клинтона» Это как раз Клинтон стал президентом в начале 90-х Когда у нас полный швах Уже конец Билл Клинтон лучший друг Бориса Ельцина Друг Билл И это тот период Почему я специально выбрал именно тот Когда у нас казалось, что конец У нас нету А Америка это была вершина всего Казалось, что они уже победили навсегда И что очень важно У нас про Америку Как, если особенно включишь телевизор Специалистов-то много по США Ну, они такие Вообще Ну, обо всём Я специально взял нашего учёного Дмитрия Владиславовича Кузнецова Кандидат исторических наук Ну, книга 10 лет назад издана Какая разница Благовещенский госуниверситет Ну, из Благовещенска То есть, с Дальнего Востока Тема очень посвящена в чем Именно тому Как американское общество Реагирует на то Когда правительство США Применяет военную силу за рубежом Потому что Мы-то не следим за американским Ну, вернее Мы начинаем следить какие-то бунты Какие-то протесты Ещё что-то А США, в общем-то Очень социологическое То, что мы с Дмитрием Юрьевичем разбираем Там каждый шаг всегда проверяется А что думает общественное мнение А как оно реагирует С войной Особенно это очень важно было Потому что Обожглись американцы Конечно же на Вьетнаме Потому что Это впервые Они чуть не дошли до того Что из-за общественного мнения Чуть не произошёл Политический кризис Внутри страны Поэтому дальше Они всегда двигались Намного аккуратнее И как мы поймём Из этой книги Они всегда очень Тонко проверяли А как именно Реагирует общество На то или иное решение И готовили общественное мнение И готовили, да Поэтому здесь разбирается И то, как готовили И то, как оно Как оно потом реагировало И как оно изменялось И как очень часто Даже приходилось Администрациям уходить Что очень интересно Какие разбираются То, что называется Случаи То есть прецеденты Это Сомали 93-95 год Босния и Герцеговина То есть Югославия 93-95 год Гаити Тогда же 93-95 год Руанда 94-й год КНДР Но это у них были Гипотетические планы Но они проверяли Как отреагирует общество На потенциальное В Корею Северную Ирак 93-98 год Это мы уже так Чуть-чуть помним Первое, да Косово 98-99 год То есть продолжение Югославии И Восточный Тимур То есть Азия 99-й год И вот так вот Мы очень плотно С каждым случаем Будем разбираться И посмотрим Как за 10 лет Что происходило С обществом Наших как бы Партнёров Миротворцы Да Введение Очень толковое Сразу Значит Учёный Напоминает нам Как вообще Американцы За всю Свою Молодая страна По большому счёт Это у нас Этих войн Не посчитать Сколько было Но мы-то С плохими Серьезами воевали А у них Новая страна Казалось бы С кем они воевали Ну вот он напоминает Что Соединённые Штаты За 200 лет Сотню раз Прибегали К использованию Военной силы Но только В пяти В пяти Случаях Речь шла Об объявлении Войны Войны Это в 812 году Объявили Войну Англии Потом В 46-48 году Официально Объявили Войну С Мексикой Потом Была Испано-американская Война 1898 Первая И Вторая Мировая Больше Они никогда Никому Никаких Войн Не Объявляли Это к вопросу О том Что не все Война Является Войной Что пишут Сами Какая роль Войны В самой Внутренней Политике США Вот Приводит Он По прессе Как пресса Объясняет Как общество Готовит Цитирует Уильяма Кеннига Война Была Одним Из самых Важнейших Факторов Благодаря Которым Развивалась Американская История И путь Идя по которому Американцы Выявили Свои Характерные Черты В отношениях С другими Народами А в чем Же Эти Особенность Значит Вот Уже Следующий Исследователь Бут Он полагает Что военная История Страны Интерпретировалась В американской Литературе Как цепь побед Американских Любителей Над Профессионалами Иностранными Видишь Как они Интересно Позиционировали Это Наверное Началось С момента Войны За независимость Королевские войска Они такие А мы Значит Все здесь Любители И вот Это вот Лежит В основе Изначальных Войн Потому что Как объясняет Мотивация Главная В применении Военной силе США Она идеологическая Почему Потому что На чем построен Базис Американской Политической Культуры США Мы сбежали В новый мир От плохого Старого мира И построили У себя здесь Правильный Как бы Как рай почти И поэтому Когда мы Вмешиваемся В дела Старого мира Это мы Исправляем Ошибки Которую Те мудаки Не смогли Исправить У себя Мы же От них Сбежали Понимаешь И это Очень удобная Конструкция И вот Цитирует Конгрессмена Фулбрейта К чему Это Собственно Привело Это уже 20 век Это прямая Цитата Мы создали Общество Главное Занятие Которого Насилие Самую Серьезную Угрозу Нашему Государству Сила А наш Внутренний Милитаризм Создается Удручающее Впечатление Что мы В Америке Явно Привыкли К войнам На протяжении Вот уже Многих лет Мы или Воюем Или Немедленно Готовы Начать войну В любом Районе Мира Война И военные Стали Неотъемной Частью Нашего Быта А насилие Самым важным Продуктом В нашей Жизни То есть Насилие Используется Как выталкивать За пределы Имеем право Вмешиваться В старый мир Потому что Он неправильный И у себя Выдавливаем Это насилие За пределы Так что Все очень Четко Дальше Что Первая часть Сейчас будет Вводная Потому что Мы разбираемся В понятиях Как мы будем Анализировать Вот очень важно Что в США Военная сила Рассматривается В более широком Контексте Чем у нас Это связано С языком Потому что Вот Понятие Power Английское Power Это одновременно И сила И власть То есть Вот это Вот Он объясняет Что Есть такая Американская школа Политического реализма Прагматизма Еще основает Ганс Маргентау Это теоретик Политолог Он собственно Эту позицию И утверждает Что международная политика Подобно Всякой политике Есть борьба За силу То есть Характерной чертой Американского подхода К понятию Военная сила Является Его органичное Вплетение Во все остальные Доктрины То есть Они рассматривают Военную силу Не как отдельный Какой-то Последний аргумент И еще что-то А это всего лишь Один из элементов То есть Это Power Понимаешь У них не армия Как армия А армия Это только один Из инструментов Которым можно Пользоваться В своих интересах И это у них На уровне Официальных доктрин И военных концепций Поэтому у них Даже не война А так Вот они Выделяют Три формы Военной силы То есть Сама война Непосредственный Вот Угроза Применения Военной силы То есть Они будут Запугивать Самого факта Может и не будет Но запугивать Они будут И сдерживание Это то что Вот они против нас До февраля Применяют То есть Постоянно Не давать Другим Применять Силу Поэтому Для них Важна не армия А для них Важно Балансировать Между этими Тремя Состояниями Кого-то Они запугивают Кому-то Они не дают Самим Где-то А с кем-то Они прямо Воюют Но это Уже Самый Последний Момент Который Они даже Войной Не занимают Вот такая У них Хитроумная Конструкция Внутри Общества Построена Итак Напоминает Что практически Все Президентские Администрации Вели Военные Действия США Не было Ни одного Президента Практически При которых Не было Военных Действий Ну здесь Он дальше Напоминает Про значимость Общественного Мнения Дело в том Тут такая История Мы постоянно Горим про Демократию Да Но говорим О ней О демократии Ну как О мифологии Что есть Некая Демократия С помощью Ее Какие-то Ничего Этого не наступает Есть такая Штука Как Общественное Мнение Вот Получить Власть С помощью Общественного Мнения Можно Но Сначала Процессы Всегда Проходят Внутри Элит Ну то есть Внутри Там А общественное Мнение Это как Дополнительный Ну фактор Да То есть И вот В этом Отличие Модели США То что Там Элиты Кроме Того Что Борются Между Собой Они Еще И Постоянно Борются За поддержку Общественного Мнения Ну Это У них Такая Модель Но Как Я Еще Раз Говорил Что До Наступления Эпохи До Вьетнама Вся История С военными Действиями У них Проходила В общем То В легкую Это Никак Практически Не Отражалось Ну Где-то Там Оно Происходит И Происходит А вот Начиная С Вьетнама Администрация Получила Очень Серьезный Удар Как Общественное Мнение Может Поломать Все Планы Вообще Все Планы И У них После Этого Меняется Подход Отношения Вот Именно К своему Пауэр Как Власть Начинается Рождение Эпохи То Что Называется Софт Пауэр А по Русски Мягкая Сила Они Поняли Что Не Достаточно Только Военными Действия Нужно Еще Укрепить С помощью Мягкой Силы Вот Наступает Перелом У Клинтона Почему Важна Эпоха Клинтона Потому Начали Действовать Очень Дерзко В 90-х Потому Что Рухнул Советский Союз Уже Никто Им Как Бы Не Мешает И Вот Этот Первый Кейс Как Они Называют Это Слово Это Сомали Вот Мы С ним И Разбираемся Ну Что Мы Знаем Про Сомали Там Тепло Тепло Да Наверное Нефть Есть Пролив Есть Как Раз Между Африкой Ну И Самое Страна Африканская Которая Находилась С одной Страны В Удобном Положении После Того Как Прорыли Суэцкий Канал Вот Но Страна Которую Довели До Гражданской Войны Развивалась Она Ни шатка Ни валка Ее Особенность Была В том Что Она Была Клановая Как И Множество Африканских Стран Там Когда Пришли Европейцы Грубо Говоря Еще Народы В том Смысле Культуры Как Мы Понимаем Не Были Доформированы Там Еще Был Отчасти Такой Кланово Племенной То Что Называется Трайбализм Короче А Не В Сомали Происходит Вот Об Этому Будет И Речь Да То Есть Это Было Такое Традиционное Общество Которое Столкнулось С Приходом Крупного Капитала Еще После Того Когда Прорыли Вот Канал Который Стал Основной И Оно Часть Общества Стала Зарабатывать На этом А часть Осталась Но Она Стала Очень Привлекательная Для Внешних Империалистов Внешних сил И Обострение Ситуации Когда Там Произошло В 80-е Годы Когда Президентом Был Барре С 69 По 91 Год Почти 20 лет Сидел Мужик Такая Период Стабилизации Это Часто Было В 70-е И Он Опирался На Интересы Одного Клана Дарот Он Называется Я Не Очень Говорю Я В этом Не Специалист Я По Книге Ориентируюсь И Чуть Глубже Почитал Но В чем Была Особенность Там Они Соседствуют С Эфиопией Сомали И На Базе Эфиопии Оппозиционеры Создали Свои Базы Которые Они Сопротивлялись И Президент Власть Столкнулась Ситуацией Похожей Когда Есть Сепаратисты Которые Действуют С поддержкой С другой Стороны И Был Затяжной Конфликт У них Были Еще Между Собой Взаимные Претензии С Эфиопией И Не могли Они Справиться И В 88 Году Борей Пошел На Подписание Мира С Эфиопией Чтобы Они Не Поддерживали Этих Сепаратистов Казалось Бы Что Происходит Произошел Бунт Другого Клана Хавии И Произошел Госпереворот И В 91 Году Власть Перешла В руки Объединенного Сомалийского Конгресса То есть Президентскую Власть Демонтировали Образовался Союз Кланов И Внутри Этих Кланов Начался Межклановая Борьба В ходе Которой На территории Сомали Которая Была Очень Условная Появился Около Питок Новых Государств Самое Известное Это Сомали Лэнд Про Который Мы Слушали Появился Пунт Лэнд Джуба Лэнд И Юго-Западная Сомали И Везде Каждая Группировка Уже Что-то Контролировала То есть Государства Единого Как такового Уже Не Было И В этот Момент В Сомали Как раз Очень Ярко Проявилась Такая Штука Как В американской Социологии Политологии Есть такое Явление Как Эффект СНН Он Даже Называется Эффект СНН Это Что Значит Это Когда Медиа Центральные Начинают Какую-то Тему Активно Раскачивать Прокачивать То Общество Начинает Этим Возбуждаться И Интересоваться И Ситуация С Сомали Эффект СНН Очень Ярко Проявился О чем Наш Исследователь Кузнецов И пишет Что Американцы Вообще Не Понимали Куда Это Сомали Значит Но СМИ Начали Прокачивать После того Как В мае 92-го Года В Госдепартамент Была Телеграмма От Американского Посла В Кении Где Дипломат Описал Все Вот Эти Ужасы Которые Происходят В Сомали И Медиа Начали Эту Тему В общем-то Активно Качать 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 Вот В июнь 92-й Год СНН Целый ряд Ужас Значит В Сомали Как Все Страшно Происходит Начинают В общем Постепенно Постепенно Готовить Общественное Мнение И вот Тут Начинаются Значит Процессы Это Они Проводили Внутри Гражданская Война Идет Вот Уже В декабре 92-го Года Принимается Резолюция Совета Безопасности 3-го Декабря 92-го Года Совбез Говорит Что Надо Вмешаться Как-то И уже 4-го Декабря Уже Руководство США Заявляет Что 28 150 Американских Военнослужащих Будут Отправлены В Сомали Вот Уже 9-го Декабря Первая Группа Прибыла Уже В США Через 5 дней Это Нам Свидетельствует О том Что Все Это Готовилось Готовилось Заранее То есть Вот Мы Видим Смотри Получается СНН Начало Пкачать Работа С К чему Мы Приходим Вот Высадка Первой Группы Военнослужащих 9-го Декабря Широко Ее Уже Осветили Все Она Уже Везде Была Мы Едем Спасать И Уже 4-го 8-го Декабря 92-го Года То есть В эти Дни Как раз Когда Все Происходит Большинство Американцев 95% 95% Уже Были Информированы О том Что Происходит Сомали То есть Как люди Работают По уму К моменту Подготовки Уже Общество Знает Куда Идут Зачем Ну и общество Поддерживают Сейчас мы Разберемся Там все Не так Просто Знают Что происходит Это одно А поддерживают Это совсем Другая История Ну вот Смотри Начали Проверять Как и Где Одобряют Значит Опрос Уже Тоже 7-го 9-го Декабря В эти же Дни Отношение Американцев Уже К действиям Руководства В Сомали Вот Как вы Относитесь Вот Одобряют 75% Не Одобряют 20% Вот Мы Видим Корреляцию Много Много Для того Чтобы Тебя Начали Поддерживать Большая Часть Ты должен Всем Об этом Сообщить Это Мы Развиваемся Учимся Социология На пальцах 95% Знают Что Происходит Но Только 70% То есть 2-3 Из них Поддерживают Нужно Всегда Об этом Помнить Когда Ты О чем Начинаешь Рассказывать 100% Никогда Не Будут То есть Общество Всегда Расколется А вот В каких Пропорциях Расколется Это Вопрос Вопрос Работ В том Числе Полит Технолог Мы Двигаемся Дальше Вот Смотри Был Вопрос Какова Поддержка Травма, полученная американской внешней политикой в 60-е и 70-е годы, была результатом применения верных принципов к неподходящих условиям. Следует позаботиться о том, чтобы в 90-х не повторить ту же трагедию с еще большим набором столь важных для нас принципов. Американцы не должны выглядеть, как претендующие на право осуществлять одностороннее вмешательство от всего мира. Тем более, они вряд ли хотят поощрить какую-нибудь возомнившую себе нацию и в будущем пойти на то, чтобы использовать лозунг гуманитарной интервенции в экспенсионистских целях. Знаешь, какой хитрый Киссенджер? Он говорит, мы должны помнить, что один раз в наше общество уже проблемы были с Вьетнамом, поэтому мы должны действовать аккуратно. А с другой стороны, на внешнем мы должны ни в коем случае не позволить другим так себя вести. Это наше эксклюзивное американское право. То есть, видишь, как им нужно между Сциллой и Хариддой. Ну, а что дальше? Ну, вот смотри, вот уже следующий опрос. Вот они в декабре зашли, вот уже январь, прошел месяц. Там активные боевые действия, сейчас я расскажу, какие. Вот отношения американцев, значит, к военным действиям Сомали в январе поддерживают. Первый вопрос, значит, какие цели? Вот, если вы зашли, какие цели? Разоружение враждующих группировок 80% поддерживает. Установление власти устойчивого правительства уже под 70%, то есть, меньше. То есть, общество готово, чтобы разоружали, но вот чтобы боролись за власть, уже готовы меньше. Ну, вот первые признаки изменений общественного мнения уже происходят в июне 93-го. Вот смотри, это у нас декабрь 92-го, всего полгода проходит. Уже в июне 93-го 50% были против, и 30% были против втягивания дальнейшего в этот внутренний конфликт. То есть, видишь, уже поколебались. Почему? Потому что первоначально считалось, что миссия контингента будет недолгой, и уже через несколько месяцев они вернутся. А сроки начинали затягиваться, затягиваться, затягиваться. ООН просит еще расширить, уже в этом самом... Добавляют еще 16 тысяч человек. И уже в июне 93-го года начались уже военные действия между миротворцами и боевиками. А что произошло? Это вот как раз мы к фильму подбираемся, о котором мы говорили. Формальным поводом стала операция миротворцев по ликвидации радиостанции Айдида. Это один из лидеров. И Совет Безопасности принимает отдельную резолюцию, где разрешают миротворцам особые силы применять против вот этого местного вождя. И фактически первое в Магодише получилось в столице вооруженное столкновение. Значит, 12 июня континент миротворческих сил провел вооруженную акцию против сил, в результате которой был захвачен Али Кейди, один из генералов вот этого Айдида. И при попытке блокировать дом в засаду уже попали миротворцы. То есть, пока они сидели тихо, а вот когда они попытались сковырнуть, и в результате произошлась какая история. В результате беспорядки начались в столице, и столичные жители выступили в поддержку местных. То есть, они для них уже стали не какие-то там бандиты, а те, кто борются, в общем-то, с интервенцией ООН. И в Сомали произошла интересная история. Для местных жителей ООН стала оккупантами, потому что США и ООН действовали в связке, абсолютно в одной связке. И вот уже 8 августа американцы понесли уже очень серьёзные потери, погиб военнослужащий. После первых, по своей значительной, по своей численности потерь, понесённых американцами в Сомали, общественное мнение стало ещё более склоняться к прекращению миссии. Так уже 10-12 сентября 1993 года более половины респондентов, 57 уже процентов, заявили, что в сложившихся условиях контингент должен воздержаться от активного вооружённого участия. То есть, за полгода потерь общественное мнение уже начало разворачиваться. Но вот уже во время проведения уже седьмой операции, к июню 1993 года, то есть, они уже седьмую, в этом самом столице произошло самое крупное столкновение. Вот что оно произошло. Они должны были захватить двух высокопоставленных вот этих вот Айдидов. Захват произошёл успешно. Однако, когда наступило время возвращаться на базу, расположенную за пределами городской черты, американцы попали в хорошо подготовленную засаду. Были атакованы сотнями боевиков, пользовавшихся полной поддержкой местного населения. Подразделение американских войн было полностью окружено и вовлечено в уличные бои. Сомалицы сбили два вертолёта Black Hawk, после чего американское командование было вынуждено обратиться за помощью к миротворческому контингенту. Ну, в общем, сражение в Магадиши получило название как День рейнджеров, которое, в общем-то, и было... Там, кстати, эти рейнджеры показали. Один очкарик вот с такими штёклами, другой там с астмой, четвёртый там, третий блюёт в морпехе. Но это произвело страшный эффект. Потому, что тот же CNN продемонстрировал кадры, как разъярённые сомалисты таскают американских военнослужащих, пилота. В общем, общественное мнение американское взорвалось. Там даже Нью-Йорк Тайм писало, что Сомали стало ребёнком Вьетнама. То есть, что мы начали, в общем, вьетнамский синдром уже ловить. Ну, и вот уже, собственно, опрос нахождения в Сомали американских военных. Смотри, уже октябрь 1993 года. Вот он уже октябрь. Определённо одобряю нахождение американских военных. Всего 2%. Скорее одобряю 20%. Скорее не одобряю 42%. Определённо не одобряю 21%. Вот тут вот внимание за руками. То, что я всё время говорю про ядро их от оскрайников. Обратите внимание, как колеблются около 50% людей. Всего за год они от поддержки пришли к... Там трупы не привозили? Немного было. Но картинка сыграла своё. Картинка плюс память о Вьетнаме. Это же, получается, 1993 год. А Вьетнам был не так давно. С этой точки зрения. И начинает обрушиваться. Смотри, ещё интересный опрос. Получается действия руководства США в ответ на происходящее американцев. Вот уже 6 октября 1993 года более 65% вывезти войска из Сомали. В октябре 1993 уже к концу тоже. И, в общем, как оно зависло на 65%. Что выводите. Никаких этих историй не происходит. Соответственно, в прессе пытались это как-то преодолеть. Но ничего не получалось. Сформировалось очень чёткое решение, что выводим. Всё. Делать там нечего. И вот уже, получается, решение администрации Клинтона уйти из Сомали было положительно воспринято в американском обществе. Но причём для того, чтобы вывезти войска, им пришлось туда ещё 20 тысяч ввести. То есть, провернуть такую вот очень интересную операцию. И вот уже к 31 марта 1994 года американские войска покинули Сомали. После их ухода в Сомали остались контингенты других стран. Однако и они были вынуждены покинуть эту страну в силу невозможности осуществлять задачи. И в марте 1995 года эвакуация, короче, произошла. И после этого Сомали полностью погрузилась в гражданскую войну. То есть, американцы своё дело сделали. Они довели и так страну, находящуюся в кризисе. Разбитую на куски. Разбитую на куски. Довели его ещё до полного состояния. Превратили столицу. Скорее всего, это единственный город. Там, ну, как город. Превратили её в арену противостояния. И как только увидели, что это мешает их общественному мнению, быстро взяли и снялись. Потому, что проблемы не нужны. И вот, что, в общем-то, какие подводят итоги Ньюсвик. Ну, то есть, такое крупное издание. Банановая война. Это как раз показатель кошмарной неразберихи, которую оставили после себя войска ООН, покинув Сомали. После примерно двухлетнего пребывания там им не удалось ни разоружить воюющие стороны, ни сформировать национальное правительство. Попытки покончить с голодом в Сомали разлетелись в пух и прах, сменивших мелочной охотой за вожаком воинственной секты Мохаммедом Фарахом Айдидом. В Сомали угрожает новая вспыск гражданской войны. Всем спасибо, все свободные. Чего приходили? Зачем приходили? Может, сказать что-то хотели? Вообще непонятно. Но очень четко отработали. И это нам для понимания, что если общественное мнение чуть изменится, точно так же они перестанут и Украину поддерживать. Им, в общем-то, на все это глубоко плевать. Следующий кейс внутри этого всего. Босния и Герцеговина. Это уже то, что ближе к нам. Это тот же 1993 год. Вот одновременно они действуют в Сомали. И вот разворачивается югославский кризис. Напомню, они действуют быстро, потому что они считают, что им уже никто не может помешать. Советский Союз разрушен. Вот напоминание кризиса. Босния и Герцеговина. Кризис начался раньше. То есть, там много развалилось республик. Сейчас мы напомним. Там же и Сербия, и Хорватия. Но была вот очень такая спорная территория, где жили вперемешку между собой и сербы, и хорваты, а еще и босницы-мусульмане. То есть, там такая дикая смесь. В смысле, много всего. Там, получается, сербы православные. Хорваты говорят на таком же языке, но они католики. А босниицы-мусульмане, как и... Ну, это вот они на таком же языке говорят, но они мусульмане. И все они живут вот так вот, в общем-то, вперемешку. Напоминание, что кризис-то начал разворачиваться уже после смерти Йозефа Броза Тита. Это в 80-м году. То есть, все 80-е годы уже был кризис внутри Югославии, связанный со смертью Тита. В 90-е годы распад Югославии ускорился, когда в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине шла подготовка к первым в Югославии выборам на многопартийной основе. Как мы разбирали у Рыжкова. То есть, то же самое было в Югославии. Вот в апреле 90-го года все в Словении и Хорватии... Словения, это которая близко с Италией, рядом с Венецией, и Хорватия тоже на попережье. Уже в апреле 90-го года победили силы, которые выступали за отделение от Белграда. Провели, значит, плебисциты, и большинство проголосовало за выход. Но была особенность, что вот в Словении и в Хорватии пришли националисты, но в составе Югославии же было больше, чем только две республики. Там же была такая же история, как с Советским Союзом. Чего это вы вдвоем хотите уходить, если мы все вместе собирались? И была, в общем-то, особенность. Особенность была в том, что она была связана с Югославской народной армией. Значит, смотри. Власти Белграда, то есть, столица же была в Сербии, то есть, Югославия, но столица в Сербии, в Белграде. Власти Белграда пытались силой сохранить единство Югославского государства. И это стремление полностью поддерживали сербы, которые компактно проживали. А кроме того, сербы представляли костяк Югославской народной армии, которая была опорой для Белграда. И вот 9 мая 1991 года руководство еще Югославии, еще общей целой, оно принимает решение о том, чтобы предоставить вот этой Югославской народной армии особые права для проведения военных операций с целью наведения порядков. То есть, изначально центр подготовился, что мы будем использовать армию. Но сепаратистские движения, которые с другой страны, то есть, хорватские и другие, они это использовали, как нас будут подавлять. И вот уже именно в 1992-1995 году как раз в Боснии и Герцеговине была самая кровопролитная война. Что с ними произначилось? Вот изначально вот эти боснийцы-мусульмане и хорваты, они попытались вытеснить боснийских сербов из этой Боснии и Герцеговины. Но на подмогу пришла вот эта Югославская народная армия, и уже к июню 1992 года берут контроль над 70% вот этой вот как бы Боснии и Герцеговины. Но в чём особенность? Там такая же гора и предгорье. И как и в нашем Кавказе, как и везде, там население такое через полосица. То есть, может быть, две таких деревни, потом три таких, район такой. Ну, это сложно вот так вот разделить. Ну, и начались, запоминаем, вот это вот, такой даже бренд появился, этнические чистки. Ethnic cleansing. Ну, то есть, это они вот даже... И вот этим начали запрессовывать, в общем-то, сербов. То есть, в этом всём виноваты сербы. И вот уже в 93-м году в Гаге создают же международный трибунал бывшей Югославии. И согласно тоже резолюции ООН создаются силы Организации Объединённых Наций по охране. То есть, это вот отдельный типо миротворческая армия. И что значит происходит? И как американцы подтолкнули сербов к этому? Вот смотри, очень интересно. В июне 91-го года в столице Югославии и Белграде находился госсекретар Бейкер. Во время встреч с представителями руководства страны, в частности с премьер-министром Марковичем, глава внешнеполитического ведомства США заявил, что США выступают за сохранение единства Югославии. И даже не будут против, если центральные власти, используя вооружённые силы, остановят процесс распада Югославии. Аналогичную линию тогда проводил посол США в Югославии Циммерман. Но, как только Словения и Хорватия провозгласили независимость, США были первыми, кто признал их суверенитет. То есть, они разводили, они власть центральную в Белграде говорили, ничего-ничего, вы своих там приводите в порядок. А второй рукой их поддержали. И фактически после этого война уже была, в общем-то, неизбежна. Ну, то есть, как бы уже ничего поделать было невозможно. Ну, вот уже что писал, в общем-то. Началась в прессе американской, началась просто кампания именно конкретно антисербская. То есть, как в любой гражданской войне, мы же знаем по Тихому Дону, что там происходит. Но там началось именно прессинг. Из Милошевича делают неокоммуниста. То есть, это не просто, значит, Ньюсвик. Тоже... Ну, не буду, значит. Короче, Из Милошевича делают Сталина. Значит, что он кровавые чистки. Не буду сейчас цитировать просто всю прессу. Но, значит, те несчастные... Хорошие сравнения. Эти хорошие. Все. И, значит, антисербские материалы. Ну, вот что происходило? Значит, потом было самое знаменитое, я напоминаю, вокруг чего это, конечно, Сребреница. Это вот то, вокруг чего сделали, в общем-то, из сербов зверей. Ну, там был... То есть, это вот те самые этнические чистки, из которых... Ну, как вот на Украине сейчас это вот буча была. То есть, это такой как бы даже уже был бренд именно вот этих этнических чисток. Но, что интересно, кто занимался лоббизмом, в том числе, вот этих вот антисербской кампаний в прессе? Что пишет интересный автор? Особую роль в организации антисербского по своей направленности потока информации сыграла известная в США фирма Ruderfin Global Public Affairs во главе с Джи Харфом, которая с 91-го года получала поддержку со стороны Словении и Хорватии, а также из Боснии и Герцеговини. Специализирующая на связях с общественностью, эта фирма фактически организовала настоящую пропагандистскую кампанию в США против сербов, стремясь привлечь на сторону их противников истеблишмент США, в том числе, представителей влиятельной в общине евреев. В декабре 92-го года одно из влиятельных периодических изданий США с подачи вот этой фирмы Global Public Affairs сообщило, что около 50 тысяч женщин, представляющих интересы общины боснийцев, мусульман и хорватов, подвергнув насилию со стороны сербов во время войны в Боснии и Герцеговине, и призывают США вмешаться в ситуацию. То есть, что они делали? Что сделали пиарщики? Они опирались на мощное еврейское лобби и проводили, что вот как был холокост Гитлера против евреев, сейчас сербы делают то же самое. И вот они как пишут, даже тоже хорошее, вот Чикаго Трибюн, как раз вот что пиарщики, Сараева, Тузла, Бихач, Городжа, эти и другие названия не окажутся в истории наряду с такими, как Требленко и Аушвиц. То есть, освенцы. Если международное сообщество и особенно европейцы не осуществят быстродействие, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы Великая Сербия продолжала расширять свою политику этнических чисток. Ну и вот, собственно, приводит анализ, предпринятый одним из американских журналистов Борком анализ около полутора тысяч статей, относящихся к 1992 году, которые касались как-то к Югославии, что практически все они носят антисербский характер. Это результат кампании. То есть, это вот видно, что это занимались профессионалы, пиарщики. Потому, что в случае с Сомали это был заказ к самой администрации, а в случае с Югославией, как мы видели с этим кейсом, американцам было плевать, кого поддержать из этих индейцев. Им главное, чтобы они между собой воевали. Это самое лучшее. Это самое лучшее. Не займем убивать, а накравить кого-то. И все-таки сербы это не сомалийцы. Ну, то есть, все-таки другой уровень и всего остального. Вот мы видим, как с помощью пиара одна из сторон в гражданской войне сливала другую. Мне даже еще напоминает мультфильм. Помнишь «Маули»? Когда они, так сказать, мотивировали этого питона Ка. И он идет, летит, они только добавляют. Это желтая рыба. А еще он называл тебя земляным червяком. Суки. И вот он уже мотивированный. На бой. На бой. Да. Так и есть. Ну, смотри. Вот очень интересно. Мы же в социологии разбираемся. Есть же такая штука, как интерес. Я всегда напоминаю. Поддержка, не поддержка. Это вторичность. Сначала нужно в человеке интерес зародить, а потом уже его убедить. То есть, это всегда двухшаговый. Вот приводит он таблицу. Уровень интереса американцев в отношении к Боснии и Герцеговине. Вот смотри. 10 августа 1992 года очень внимательно следили. Всего 10%. А вот после проведенной... Очень внимательно. И скорее внимательно 27%. То есть, всего в общей сложности всего 30%. Ну, так внимательно следили. А вот, я смотрю, вот, к 8-6 июня 1995 года внимательно уже следили. Очень внимательно 22%. А скорее внимательно 42%. То есть, уже под 70%. Там не указано, кто именно наблюдал. Я понимаю, так, неграм это пфу, мексиканцам это пфу, может, выходцы как раз оттуда. Ну, это надо более глубоко. Это все-таки среднее. Это в целом по обществу наблюдали. Конечно же, конечно. Ну, было бы, кстати, удивительно, если какого-то рэпера бы, знаешь, это не тесовало, что там творится в Косово. Ну, они же, понимаешь, они ориентируются в данном случае на большийцев. То есть, общество в целом принимает или не принимает. А тут я просто показываю для чего. Как можно с 30% интерес вырастить всего за полтора года до 60%. То есть, треть страны можно заинтересовать какими-то процессами, которые где-то они там вообще непонятно где. И вот, значит, тоже социология. И вот только к концу 1995 года действительно стали интересоваться событиями. Два года. В общем, дорогие друзья, для того, чтобы даже убедить такое общество большое, как американское, нужно два года для того, чтобы были результаты. Это к вопросу о планировке, в том числе и наших спецопераций. Сколько нужно готовить, как нужно вообще подходить и насколько системно. Ну, вот смотри. Значит, как они вначале вообще относились к этому всему. Вот до того, как началась специальная кампания. Вот в 1992 году International Herald Tribune опубликовала интересную карикатуру. На рисунке изображено два солдата, которые устало бредут по земле Югославии. И на касках, которые на одном написано «Первая мировая война», а у второго «Вторая мировая война». И на встречу ему идёт, значит, и они идут рядом с указателями, показывающие направление всех шести республик. А ему на встречу идёт другой солдат-миротворец и спрашивает, как пройти к трясине, к болоту, как пройти. Ну, типа, мы уже были там, болото это всё. То есть, пресса вообще изначально относилась к этому очень-очень-очень. Ну, вот как менялось мнение американцев. Как вы считаете, имеет США ответственность прекратить борьбу между боснийскими сербами, боснийскими мусульманами и хорватами? Вот в 93-м году, что имеет право, считало только 24%, а нет – 67%. То есть, абсолютное большинство считало, что уже не имеют. Дальше были промежуточные, как менялось. А вот уже к ноябрю 95-го, то есть, два года, уже считало, что нужно, уже 37%, почти 40%. А что не нужно – 55%. Видишь, как снизили? То есть, в общем-то, постепенно-постепенно снизили. Но я этот кейс выбрал ещё тоже интересный, значит, как они воздействовали через лобби еврейское. Вот уже в апреле 93-го года Клинтон подвергся воздействию целой группы лиц, высказывающихся именно в пользу решительных действий США в Боснии и Герцеговине. Среди которых, наряду с представителями высших эшелонов власти, находился Визель, еврей, бывший узник нацистского концлагеря Второй мировой войны. 22 апреля 93-го года на открытии американского мемориала музея «Холокост» Визель публично призвал Клинтона, по словам последнего, принять более активные меры, чтобы прекратить насилие в Боснии и Герцеговине. То есть, что это? Я как политтехнолог, смотри, есть глава государства, у него есть расписанный на год вперёд, где он будет принимать, в каких участиях. Ты пиарщик, у тебя есть задача сербов прокачать по теме Холокоста, сравнить их с нацистами. Да, у тебя есть на это заказ. Ты смотришь, какие мероприятия связаны с вот этой темой. По Холокосту, по евреям, по всему. Смотришь, какие там авторитетные люди будут принимать участие. Так как это же надолго известно. Встречаешься с этим Визельным, начинаешь ему общаться, рассказывать. Может быть, и деньги даёшь. А иногда и деньги. Кстати, у меня вопрос созрел уже. Я жду, чтобы тебя не сбить. Деньги где? Деньги есть на каждом этапе. Каждая лоббистская компания, это же официально. У американцев же лоббизм легализован. Приходит человек к лоббисту и говорит, я хочу заключить контракт по продвижению, например, лекарства какого-то. Приходит фармацевт. Заключается договор, там есть лоббирование законопроекта, столько-то денег. Лоббирование в Сенате, столько-то денег. Компания в медиа. В США легализована коррупция. У нас это всё называется. А у них это легализовано. И налоги платят. Только чеки не теряете. Налоги надо заплатить, конечно. И вот тут мы видим пример, как спекулируя именно на теме еврейской, на теме Холокоста, как даже спикеров подводили к первому лицу для того, чтобы... Если ты думаешь, что у нас так не устроено вокруг первых лиц, кого им спикера подставить, ты... Оно везде так организовано. Это же всё... Семён, я раньше не знал, теперь я тебя внимательно слушаю. Я многое узнаю. Но не хотели... Тут очень важный кейс, сейчас мы разберёмся. Не хотели они напрямую участвовать. Я напоминаю, параллельно происходит полная задница в Сомали. Это же в те же годы. Это же параллельно. Это же не последовательные процессы, а параллельные. Вот опрос Гэллопа, крупной организации, отношения американцев, к военной операции против боснийских сербов. Выступаю за 30%, выступаю против 62%. Не хочет, короче... Не хочет американское общество никаких военных вмешательств. Тем более, какие-то сербы. Вот динамика, значит, с февраля по апрель 93-го года. Выступаю за... Поднималось... Ну, там оно колебалось от 30% до 40%. Но уперлись американцы, значит, что не хочет общество никакого вмешательства. Его начали проверять по другим параметрам. Ему начали задавать следующие вопросы. А как вы, дорогие американцы, относитесь к участию контингента США в миротворческой операции с участием вооружённых сил Европы? То есть, не сами американцы, а вот с участием европейцев. Не мы такие. Да, да, а мир весь. И вот тут вот смотри, следите за руками, то что называется. Смотри. На вопрос, должны ли вы принимать военные действия, если страны Европы откажутся от участия, то есть, сами по себе. Значит, без участия Европы не должны. 90% не должны. Вот сами по себе. А вот с участием Европы должны 60%. Видишь, как интересно. А второй вопрос ещё, значит, более интересный. А вот если боснийские сербы откажутся от прекращения борьбы, должны ли США совместно со своими союзниками предпринять действия против них? И вот с участием Европы, да, 40% да, а без участия Европы 90% нет. То есть, при любых раскладах, короче, американское общество можно немножко отманипулировать, только если сколотить, ну, то есть, если американцев спрятать внутри большого. И вот, как они, значит, не пробовали, не проверяли, единственную, значит, поддержку большинства получило следующий. 61% – это если будет участие ВВС, ну, то есть, авиации США в действиях всех стран-членов НАТО по патрулированию неба с возможностью сбивать самолёты сербов. То есть, вот он найден, да? То есть, вот найден единственный момент, на который, в общем-то, общественное мнение было готово. И тут начинается, в общем-то, подготовка к этому всему. Вот уже там же проходят, в общем-то, события, и вот уже к 94-му году американцев нужно начинают готовить, спрашивают, а как вы относитесь к тому, чтобы были осуществления ракетно-бомбовых ударов по позициям сербов, расположенных вокруг городов, которые находятся в блокаде, да? Американцы спрашивают, зачем? А ему отвечали, они там все плохие. Нет, тоже плохие уже рассказали раньше, да? А теперь спрашивают, ладно, вы в войну не хотите, будем пока только летать. А как вы смотрите, чтобы мы их чуть-чуть бомбили? Ну, так, чуть-чуть, незаметно чуть-чуть. Кое-что. 60% уже, в общем-то, не против. Давайте, давайте. Так, чуть-чуть, в общем-то, побомбили. Но, соответственно, в июне-июле 95-го года ситуация ухудшается. И события вот этой Сребреницы как раз там вот это вот. Ну, это, говорю, это вот резня в Сребренице. Оно преподнесено, что там Холокост устроили в Сребренице. Хотя все, кто знает историю гражданских войн, все знают, что там такие трагедии повсеместные. Мы их здесь не оправдываем ни в коем случае. Ну, то есть, может, какое-то впечатление сложить. Но это трагедия постоянная. А в данном случае она использована для того, чтобы создать именно из сербов, хотя никаких именно концлагерей там, конечно же, не было. Ну, создать из сербов таких душегубых. Да, да. Кровососов. И вот с помощью этого, то есть, я же о чем... Общество, смотри, нам же важно механизмы проследить. Мы же учимся. Общество не хочет никакой войны. Но создается образ, значит, ужасных сербов и ужасных сербов. И обществу чуть-чуть открывают окошечко. Чуть-чуть говорят. Давайте чуть-чуть на войну пойдем. Ну, вот тут молитесь. И все. А потом уже затянуло. И дальше начинается уже полное, значит, как американцы уже дальше их развели и зачем им это было нужно. Вот уже в 92-м, 93-м году, еще когда не было никакого вмешательства США, оказалось, что у американцев уже есть свои два плана по урегулированию конфликта в Боснии и Горцеговине. Так называемый план Венса Оуэна и план Оуэна Столтенберга. Следим за руками. И вот уже в 94-го года в самом Вашингтоне при непосредственном участии американцев было провозглашено создание Мусульманской Хорватской Федерации. Затем США стали инициатором создания так называемой контактной группы по бывшей Югославии. А вскоре при самом активном участии США появился план территориального развлечения между Мусульманской Хорватской Федерацией и Республикой Сербской. И вот в ночь с 29-го на 30-е августа НАТО приступило к осуществлению операции «Освобождённая сила», в кое-которой НАТО совместно с силами Мусульманской Хорватской Федерации нанесли мощный удар по Республике Серб. То есть, ты понял. Они создали виртуальную федерацию, которая не существовала, и в неё как бы влили. То есть, мы как бы не вводим войска. А мы помогаем. Мы помогаем вот этим вот людям. В этом смысле, кстати, неизвестно, как было бы с общественным мнением, если бы, например, в наступление перешли бы войска, так сказать, непризнанных республик, а войска, например, российские бы поддерживали. Ну, это я сейчас гипотетически. Но вот это просто вот такой сценарий для понимания. Ну, и, в общем, что получилось? США сразу же выступают с собственным предложением. То есть, то, что у вас там было, вообще не имеет никакого значения. Мы вводим войска. Вот наш. Это вот разница между минскими соглашениями, с которыми 8 лет ковырялись и возились, да, и с американскими планами, когда они его имеют. И вот, значит, всё происходит очень быстро. Благодаря интенсивной активности помощника госсекретаря, которого американские СМИ квалифицировали главного триумфатора переговорного процесса, была операция «Освобождённая сила» и массированное наступление боснийцев-мусульман. И в результате уже 21 ноября, то есть, когда в августе начали, в ноябре уже близ города Дейтон были вот эти так называемые Дейтонские соглашения. Дейтонские соглашения – это пролог последующего краха Югославии. В чём их смысл? Было нанесено тактическое вот это небольшое поражение в этой маленькой Боснии-Герцеговине, но в результате Дейтонских соглашений НАТО запустили в Югославию. Вот в согласии с этими, значит, соглашениями уже в 95-м году НАТО сформировало многонациональные силы, вот эти вот типы многонациональные, в количестве 70 тысяч человек, которые залезли уже в Югославию и сидели там вплоть до уже 99-й год. То есть, это был первый акт подготовки, чтобы запустить американцев внутрь. Вот они как это всё, в общем-то, и поломали. Мы же помним, что политики есть две. Есть политика власти элит, которая как макеавелли, где всё происходит втайне. Мы можем догадаться только по следам и по фекалиям, как я говорю. Вот там происходят вот эти процессы, стравливание. А есть политика публичная, которую мы обсуждаем. Где вот это всё важно, что мнение думает? И вот тут важно в этом казусе Боснии и Герцеговини, как эти две мира между собой переплетаются, и как миру начальников, которым нужна война, они всячески начинают манипулировать и работать с обществом. И вот что же происходит? Вот смотри. Начали исследовать, а какие же причины? Что же для американского общества достаточная причина для отправки американских войск? Вот смотри. Вот уже к 1995 году. Предупреждение многочисленных жертв среди мирного населения. Да, 64% уже считают это достаточной причиной. Предотвращение дальнейшего распространения конфликта на европейский континент. Да, 63% уже считают, что можно. А вот тот факт, что США способствовали достижению мирного соглашения, только 35% считают. И что роль США в качестве мирового лидера, тоже так считают только 30%. Вот мы видим американское общество, что есть радикальное ядро, вот оно около 30%, которое поддерживает любой милитаризм. Ну, то есть, им вот это важно. А большинство этого не поддерживает. Но с помощью манипуляций и создания образа страшного врага и подмены реальных целей можно получить, что тебя поддерживает большинство. Вот так вот раз-раз. Хитрый с рук и никакого мошенничества. Но что, значит, происходило? Билл Клинтон принял решение о вводе телевизионного обращения. То есть, это было такое событие... Обращение к нации. Обращение к нации, да. Что мы не можем. И в Боснию-Гюльцеговину был отправлен контингент вооруженных сил. Численность составляла общую треть от общего числа миротворцев. И вот уже к декабрю 1995 года одобряете или не одобряете нахождение войск. То есть, не отправку, а уже нахождение. То есть, сам факт нахождения. Одобряю 41%, не одобряю 54%. То есть, меньше, но с этим уже можно работать. Это уже 50 на 50. И что дальше происходило? Значит, дальше отношение американцев в декабре... В 1995 году оно, в общем-то, вот так вот колебалось, колебалось, колебалось. И, несмотря ни на что, в конечном счёте, американцы к 1999 году вот эту лягушку, то, что называется, варили постепенно. Вот когда они ввели войска, было вот такое вот колеблющееся большинство. Они могли большинство набрать только с помощью всяких конфигураций. Тут обманем, тут обманем. А вот в случае с Боснией и Герцеговиной, им для чего это нужно было? Они ввели на меньшинстве поддержки. Всячески им отманипулировали. А к 1999 году, когда уже нужна была... Ну, уже полноценная операция. Американское общество уже было подготовлено. Милошевича считали новым, в общем-то, Гитлером. И все были готовы к уничтожению Сербии. И восприняли это уже с энтузиазмом. Вот так всего за 10 лет американское общество от абсолютно здравого отношения к югославскому кризису, да растет, в общем-то, до вполне кровожадных упырей, которые будут считать... Ну, специалисты там работают. Вот. Наш первый урок униклассового чтения по этой теме. Ну, еще вот последние цифры. Да, вот уже 2002 год после завершения. А вот рефлексия. Как было отношение американцев к участию США по поддержанию миру в Боснии и Герцеговине. Ну, 10 лет прошло. Как вы относитесь? Американцы в целом 65% поддерживали это. Что в целом нормально. Республиканцы меньше около 60%. Демократы больше под 80%. Вот. Так вот, в общем, общество, несмотря ни на что, отвели куда надо, привели куда надо. И выводы оно сделало такие, как начальству надо. Такова реальность мира политтехнологий, капитализма и тем, как, в общем-то, можно, нужно, чему нужно учиться, как нужно развиваться. А впереди у нас на следующие уроки еще масса всего интересного. Семен Молодец, просветительская работа. На этом урок пока заканчивается, но будет продолжение. Кому нравится, может поддержать. Кто не хочет, пускай не поддерживает. Спасибо, Семен. До новых встреч. Очень познавательно. Билл Клинтон играет на сексофоне. Наш друг. Билл Клинтон играет на сексофоне. Билл Клинтон играет на сексофоне. Билл Клинтон играет на сексофоне.